Мы переживаем настоящий фитнес-бум и это на самом деле здорово. Не только потому, что быть стройным и подтянутым красиво, но и потому, что быть физически активным значит быть здоровым. Как часто вы задумывались о том, чтобы ходить на фитнес или в тренажерный зал? А сколько раз вы начинали и бросали тренировки из-за занятости на работе и бытовых проблем? Неужели лень все еще диктует свои правила, а вы продолжаете искать мотивацию и ждете очередного понедельника? Психологически все, что мы должны начать с понедельника, это доставляет нам стресс. Поэтому классно будет, если это будет неожиданно. Ой, какой сегодня день, день, среда, прекрасное начало для моей фитнес-подготовки. Да, я побежала быстрее срочно в фитнес-клуб. Поиск мотивации – лишь оправдание собственной лени. Вместо того, чтобы бросить в сумку форму, кроссовки и бежать в спортзал, мы продолжаем сидеть на диване и искать то, что сподвигнет нас это сделать. Впрочем, даже если и получится замотивировать себя на неделю или месяц тренировок, всрыв неизбежен, потому что на одной мотивации далеко не уедешь. Она как хорошее настроение – сегодня есть, завтра нет. И только наш мозг всегда найдет причины, по которым лучше остаться дома, чем идти на фитнес. Найдите время, распределите свою жизнь так, как вам будет удобно. Мы управляем своей жизнью. Я понимаю, что многие там работают, трудоголики. У нас сейчас такие есть, тоже среди наших клиентов, трудоголики. Они идут заниматься вместо обеда. Все можно сделать, если очень сильно захотеть. Когда мы начинаем, на что-то начинает болеть, мы куда бежим? Ко врачу. Мы же находим на это время. Мы бежим в аптеку покупать лекарства. А ведь можно этого избежать. И заниматься в свое удовольствие для себя, для любимой, для собственного здоровья. Фитнес оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Способствует укреплению костной и мышечной тканей, что в свою очередь помогает избавиться от проблем с позвоночником. Физическая активность снимает стресс, поднимает настроение и повышает самооценку. Регулярные занятия спортом – это не только отличный способ похудеть. Это ваш вклад в собственное здоровье и долголетие. Фитнес нужно ставить в такой же режим, как и работа, как и отдых. Если мы начинаем заниматься фитнесом для своего здоровья, для себя, не для того, что я пришла в зал покрасоваться, перед мальчиками позаниматься, выбрать себе партнера на всю свою жизнь. Фитнесом нужно приходить заниматься для собственного здоровья, для себя, для себя любимой. Прежде всего, мы должны нравиться себе в зеркале, потом уже думать про всех остальных. Поэтому абонемент в фитнес-клуб – это не короткая запланированная покупка, а абонемент – это постоянный расход вашего семейного бюджета. Еще одна причина, по которой девушки и женщины не решаются прийти на занятия в фитнес-центр – комплексы. Очень многие стесняются своей внешности и лишних килограммов. Переживают из-за того, что подумают о них те, кто уже не первый год регулярно посещает тренировки и добился успеха. По опыту приходят разные девочки с разными фигурами, с разными проблемами, тараканами в своей голове. По улице ходить вам не стыдно? В магазины, бассейны, а на пляж, когда мы хотим летом съездить в отпуск, нам не стыдно, наверное, сделать первый шаг, прийти в фитнес-клуб, в котором все здесь после тренировки, во время тренировки, мокрые, со всех капает, все уже измученные, лиц перекошенные, но работают и работают для себя, в первую очередь для себя. Занятие фитнесом – и это не героизм. Фактически это то же самое, что умываться и чистить зубы. Необходимая для нас полезная привычка. Каждый раз, повторяя и закрепляя ее, мы перешагиваем через свою лень, и однажды у нас просто не возникнет мысли пропустить тренировку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова